Всем привет! Маша, поздоровалась? Всем привет! Короче, чем мы занимаемся? Маша очищает крабовые палочки. Сегодня же 31, она готовится. Я уже почистила яйца. Старшие девочки чистят картошку. А я сейчас обернула доску. На стеклянной доске что-то не хочу. Боюсь ее салат. У меня на селедку почистят. Обернула ее пленку. У меня, кстати, пленка заканчивается. Василиса, отходи. И буду очищать селедочку. Первым хочу салатом сделать это селедку под шубой, чтобы она до нового года у нас пропиталась хорошо и был самый вкусный салат. Да, Машенька? Я вчера покупала три селедочки. Сегодня две очищу и сделаем салат. Так, мне надо тарелочки для селедочки. Так, ну вот это вот для филешки возьму. И для чисток одну тарелочку. Чтобы потом выпинать аккуратно все это. Вот такие вот рыбины. Сейчас будем с вами чистить. Так, на маленький ножичек. Ладно, будем готовить. Потом покажем все, что будем делать. Рецепты постараемся понемножку хотя бы, да, Машенька? Ну, заснять. Поэтому, если интересно, оставайтесь с нами. Так, дорогие друзья, первый салат будем собирать крабовый. Что нам для этого понадобится? Крабовые палочки, колбаса. Да, мы делаем с колбасой. Кому не нравится, можете делать свой выбор. Яйцо, кукуруза, соленые огурцы и рис. Смешивать мы все будем вот в этом тазике. Сейчас все покажу, как я это делаю. Первое, что я сюда положу, это, конечно, рис. Мы любим крабовый салат с рисом. Каждый, конечно, делает по-своему. Еще, наверное, вот так вот. Хватит. Вполне. Мы любим такой салат. Вы делаете по-своему вкусу. Вот так вот рис. Следующее. Добавляем соленые огурцы. И все это тщательно перемешиваем. Чтоб наши огурцы и рис хорошо перемешались. И будет вкуснятина. Потом добавляем колбасу. Маша, забыла? И также все обязательно перемешиваем. Молодец, Маша, тем временем уже нашинковала морковочку для следующего салата. Так, перемешали. Добавляем яйцо. И также все перемешиваем, чтобы у нас тщательно все ингредиенты перемешались. Следующее, что я добавлю, это кукурузу. Кукурузу ложу много, потому что детки ее обожают. Мне кажется, они это салат чисто из-за кукурузы с крабовыми палочками любят. В этот раз решила немного делать. Видите, всего небольшой, маленький тазичек. Всегда, по идее, больше делаю. И последнее, что мы добавляем, крабовые палочки. Держи, Машенька. И все тщательно перемешиваем. Машенька, доставай майонез. Сейчас будем добавлять сюда майонез. И вот такой вот у нас салат получается. Сейчас добавим сюда еще майонез. И будет вообще бомба вкусная. Чистой ложкой набираем майонез. И добавляем. Три ложечки вполне хватит. Все. И перемешиваем. Перед подачей на стол мы положим этот салат в красивую тарелочку. И украсим свежей зеленью. Укропчиком. И еще чем-нибудь там посмотрим. Все, дорогие друзья. Наш крабовый салат готов. Так, дорогие друзья. Следующий будем салат собирать оливье. Сейчас расскажу, что есть. Так, огурцы, колбаса, горошек. Одна баночка, потому что дети его не очень любят. Морковка, соленые огурцы и яйца. Ладно, идем собирать. Первое, добавили сюда картошечку. Она тут слипшаяся, но ничего страшного. Мы сейчас сюда добавим огурчиков. И она у нас разлипнется, картошка. Соленые огурцы. Свои, кстати, которые сами салили. Вместе с вами. И все перемешиваем. И картошечка наша разойдется. И будет кубик в кубик. Некоторые, конечно, тяжело, но ничего страшного. Следующее, что я добавлю сюда. Горошек. Говорила уже одна баночка. Гороший, кстати, вот этот вот не очень вкусный. Ну, поэтому я его мало и ложу. Кладу, ложу, как хотите, говорите. Следующее, что я добавлю сюда. Морковочки. Каждый готовит по-своему. Я вас не заставляю по-моему готовить, как я это делаю. Вы можете приготовить свой самый вкусный оливье. Следующее, я положу сюда яйцо. Ну, наверное, еще огурчиков добавить. Мне кажется, огурчиков соленых очень мало. Сейчас, наверное, еще сюда добавим огурчиков с вами. И добавляем много-много-много колбасы. Дети мне все помогают сегодня, все шелкуют. Поэтому мама только собирает салатики. Сейчас, наверное, сюда еще добавим с вами колбасы, потому что ее мало. Что-то мне ее мало тут. И огурчиков. Сейчас нарежу и добавим. Так. Короче говоря, нарезала я еще колбаски. Еще решила добавить немножко. И также огурчиков, чтобы вкуснее было. Сейчас все это перемешиваем. У меня уже ложка из чеснется загнулась от того, что я так тщательно все перемешиваю. Ммм. Как вкусно. Обалденно. Немножко подсолим. Потому что у нас огурцы слабосоленые. Сейчас руку ополосну. И опять все перемешиваем. Ну и что, Катя, как тебе? Катя, у нас листы от суши нори есть. Так, все перемешали. Сейчас добавляем майонез. Три ложки. Это вполне хватит. И пусть стоит, настаивается наш салатик. Напишите, как вы готовите его. Потому что я знаю, что рецептов оливье очень много. Я обычный делаю. И нашей семье он очень даже нравится. Вот такой вот салатик у меня получился. Ребятки, если вам понравилось, ставьте лайки. Все. Убираем в холодильник. Перед подачей украсим зеленью. Следующий салат мы будем с вами делать. Это селедку под шубой. Буду делать вот на таких двух тарелочках. У меня есть одна такая, вторая. Чуть позже покажу, какая. Сейчас покажу, как я буду его собирать. Первый салат селедку под шубой собираем. Первое, что будем намазывать, накладывать, намазывать, это картошечку. Я всегда так делаю. Начиная с картошечки. И намазываем аккуратно. Сейчас намажу и покажу. Так, первый слой мы сделали с вами. Сейчас смажем его майонезом. Майонезом намазываем. И сверху положим потом уже селедочку. Так, вот хорошо. Прям не жалеем майонеза, чтобы оно пропиталось. Ребята, просто идеально. Все. Накладываем сейчас селедочку. Селедка у меня сильно соленая, поэтому я буду ее ложить по чуть-чуть. Так, как я еще буду делать две тарелочки. И надо распределить на две порции. Следующий слой мы ложим морковочку. Стараемся укладывать очень красиво. Чтобы у нас было красиво на столе. Красоту стараемся наводить. У меня просто не все сейчас едят селедку под шоу, поэтому я в этом году решила много ее сильно не делать. Две порции сделаю. Мне кажется, этого вполне хватит. Все. Следующую накладываем уже в свеклу. И потом промажем майонезом. У меня тут майонез, если что, тырит, Катя. Стараемся выравнивать немножечко, хотя бы, чтобы какую-то форму придать. Сейчас сделаю и покажу. Все. Сделали. Намазываем майонезом, прям жирным слоем. И не жалеем. И так сейчас еще один ряд мы сделаем с вами. Картошка, селедка, морковка, свекла. И все. И будем вторую порцию уже собирать. Тоже селедку под шубой. И будет у нас красота на столе стоять. Огурец можно? Все. Сейчас следующий ряд. Также делаем картошку. Накладываем. И стараемся красиво ее распределить. Чтоб красиво у нас получился. Форма какая-нибудь вкусная. Хоть я себя плохо и чувствую, но все равно праздник есть праздник. Готовить надо. Ничего. Перед праздником я еще успею отдохнуть. Поэтому готовим. Приминаем немножечко. Сейчас смажу майонезом. Селедочку положу. Вот прям так. Жирненьким слоем. Я не хочу. Дорогие друзья, оказывается, забыла камеру включить. Короче, сделала вот такую вот форму. Селедку под шубой. Сейчас осталось только намазать майонезом. Жирный, прижирный слой. И все. И убираем в холодильник. И вот такие вот две порции мне надо сделать. И все. И будет красота. На столе будет с разных сторон стоять селедка под шубой. И вот такая вот красота. И вот такая вот красота. Вот такая вот красота у нас получается, ребята. Да. Потом еще зеленью сверху украшу. И все. И наша селедочка под шубой готова. Я вам обещала показать, какие у меня еще есть тарелочки для салатиков. Одна вот такая вот. Помните, мы с вами заказывали? И одна еще вот такая вот тарелочка. Сейчас я их ополосну. И будем на них тоже делать салатики. Скажите, эти красивые. Напишите, какая вам из этих больше нравится. Вот так вот покажу. Но они обе красивые. Все. Идем ополаскивать и делать следующий салат. Все, дорогие друзья. Вторую порцию селедочки под шубой я сделала. Ура! У меня еще много осталось селедки, морковки, картошки, свеклы. Думаю, еще третью сейчас сделаю. Точно. Что мараться? Три порции. Мало, наверное, так вот селедки под шубой. Короче, сделала третью порцию еще вот такой вот. Селедки под шубой. Но она не сильно толстая. Я бы сказала так себе. Из остаточков. И у меня вчера я замариновала курицу. Скоро будем ставить запекаться. Все, все салаты я наконец-то доделала. Время 5 часов вечера. Чуть попозже, часов 9, поставлю запекаться курицу. И потом нарежем канапе на тарелочку. Накладем. Все. Классно. Все готово. Классно. 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 С singers. Классно. Продолжение следует...